Девушки отдыхают Еще примерно полминуты закадрового текста попробую вас интеллектуально обогатить. В Стамбуле проживают более 13 миллионов человек. Город занимает площадь в 2106 квадратных километров и постоянно растет во многом благодаря миграции жителей из других уголков страны. Более того, здесь проживает каждый пятый гражданин Турции. Вот такие дела. Ну а мы переходим к главному, к чемпионату Point Blank International Championship 2014. Началось все со званого ужина, в ходе которого была проведена жеребьевка. Наши парни из АОЭкзе сразу попали под серьезное дерьмо, нарвавшись на своих злейших врагов из Индонезии. На чемпионате прошлого года, закончившемся героической победой России, именно Индонезия чуть было не выхватила кубок из рук АОЭкзе. Кроме того, в группу B вошли две команды из Турции и Южной Кореи. Ну что же, наша команда попала в группу B, это так называемая группа смерти. Индонезия, две Турции, темные лошадки из Кореи, все готовы бороться, готовы побеждать. Но уверен, наша пятерка покажет завтра высший пилотаж. Короче, как вы уже поняли, в первый день чемпионата, во время группового этапа, АОЭкзе в первом же бою сошлись с индонезийцами. И война была крайне ожесточенной. До тех пор, пока Тушкана не подвел компьютер. Его персонаж выкинул оружие и побежал назад. Причем ровно то же самое позже случилось и с другой командой, так что никакого подлога. Привет всем фанатам из России. Я главный по поинт-бланк и хочу поблагодарить вас за внимание к нашей игре. Спасибо. В прошлый раз победила команда России, и я предполагаю, что она сделает это снова. В результате из-за смешного бага наши проиграли индонезийцам, но позже бескомпромиссно уничтожили две турецкие команды, без труда обыграв тех на их, так сказать, поле. У нас выдался сегодня очень сложный день. Мы проиграли первую игру команде Индонезии, нашему принципиальному сопернику. Проиграли в один раунд, и этот раунд, можно сказать, проиграли из-за меня, потому что у меня были проблемы с компьютером, и ребята не хотели ее решать, команда Турция. Ну, турецкий став забил просто болт, и не стал ничего решать. Хотя мы могли выиграть раунд, не дали ни переигровки, ничего. В общем, проиграли Индонезии в один раунд, пошли играть против Турции, выиграли первую команду Турции. Очень легко нам удалась победа. И вот только что буквально мы закончили играть против второй турецкой команды. Очень жесткий матч был, мы выиграли тоже в один раунд. Завтра нас ожидает игра против сборной Кореи. Не самый сильный соперник, но может удивить. То есть, если мы выиграем завтра Корею, и сегодня ребята из Турции проиграют в Индонезии, то мы выходим с второго места, и минимум уже занимаем четвертое место, и будем бороться в плей-оффе. На этом первый день подошел к своему завершению, ну а на второй нас ждало самое капитальное и грандиозное мясо. Ну что же, мы стартовал второй день чемпионата. Наши парни уже успели обыграть корейскую сборную за счетом 10-2. И впереди самое интересное. С треючетыре лучших коллектива это Таиланд, Бразилия, Россия и Индонезия. Именно с этого момента начинается отсчет MVP, он же лучший игрок турнира. Будет известен уже этим вечером у нас полуфинал с Таиландом. Буквально мы уже слышим эти бубны в ушах. Стартует одна вторая с минуты на минуту, так что я убегаю на комментаторскую, а наши команды садятся за свои игровые места. Утро началось благоприятно и беспощадно. Каратели АОЭКЗ не оставили врагу надежды на побеждение и со счетом 10-2 уничтожили игроков из Южной Кореи. Предполагалось и ожидалось, что, равно как и год назад, России придется схлестнуться в финале с Индонезией. Но ту совершенно внезапно обошли бразильцы, словно отдуваясь за провальный футбол. Впрочем, их команда с говорящим названием «Дай-Дай Гейминг» получила свое сполна. И с героическим счетом 2-0 бескомпромиссные каратели АОЭКЗ отстояли титул чемпионов мира по поинт-план. Россия! 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин